Как украсить себя с помощью бутылки вина? Прямо сейчас расскажет дизайнер Сергей Ткачук, который впервые у меня в гостях. А мы с вами прямо сейчас узнаем, как своими руками сделать модные эко-серьги. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте! Сергей Ткачук – украинский дизайнер, который развивает экологический тренд мистецтва винной пробки. Сергей открыл выставку пробковых панно. До экспозиции вошли 35 настенных панно, для выготовления яких знадобилося 15 тысяч пробок. Дизайнер створюет коллекции коркового одежда и аксессуаров. Весельные и коктейльные сутки, женские жилетки и метелики, эксклюзивные дамские сумочки, капелюшки и даже туфельки. До его кремницы, которая находится в центре города, вводят иноземные гостей, которые покупают выработки из пробок. Дизайнер нещодавно выпустил коллекцию вешеванок с корковыми элементами, которую уже встыг придбать украинский рок-гурт Гайдамаки. Сергей Ткачук – постоянный участник разных фестивалей и международных выставок. Ukrainian Fashion Week, Харьков Fashion Days. Сегодня только ты показываешь, как делать Сергей, но на самом деле можно сделать практически все, что угодно. Это эко-стиль, эко-направление, которое достаточно на сегодняшний день развито, потому что людям нравится что-то эко-чистое и натуральное. Сегодня же мы сделаем сережки, которые можно будет сделать самому дома, с подручных средств, и они будут стоить приблизительно на пределах 20-25 гривен. Ну, все как мы любим. Мы сможем сэкономить и в то же время будем очень модными и красивыми и стильными. Сегодня еще будет несколько вопросов, викториночек, за которые я подарю несколько пар сережечек тем девушкам, которые ответят правильно на мои вопросы. Здорово. Я их подберу по форме лица, потому что для каждой формы лица подходят определенные сережечки. Итак, мы приступим. Для того, чтобы сделать сережечки, нам понадобятся винные пробочки. Самые обычные. Самые обычные винные пробочки. Пробочки делятся на прессованные, цельные, кальматированные и клеенные. Вот цельная пробочка, она состоит из цельного куска пробки. Она используется для более дорогих вин. Следующая пробочка идет кальматированная пробочка. Это такая же самая, как эта цельная. Только здесь есть дырочки Она кальматирована и больше дырочек Их просто покрывает такая тертая мелкая пыль Следующая пробочка у нас прессованная Она состоит из вот таких крупных кусочков Но это как чай в пакетиках То есть обрабатывали, обрабатывали Остались какие-то крошки, положили в пакетик А в данном случае сделали из остатков новую пробочку Да, и самая мелкая, вот такая клееная пробочка Самая мелкая крошечка Но ты хочешь сказать, что абсолютно любая пробка Независимо от технологии изготовления Подойдет для того, чтобы сделать украшение Любая, любая Абсолютно не имеет никакого значения На самом-то деле, вот для тех девушек Которые будут делать сережечки Легче будет делать из прессованной и клеенной Они чуть-чуть твердее И в процессе производства Сама пробочка, она склеивается клеем И она не будет крошиться Для того, чтобы сделать наши сережки Нам понадобятся три пробочки Сергей, две, а пробки три? Да, сейчас расскажу почему Одна пробочка у нас идет для того, чтобы сделать кружочки Берем пробочку Берем обыкновенный нож канцелярский И отрезаем кружочек А обычным ножом? Кухонным? Можно и обычным кухонным ножом Тут не имеет никакого значения Какой ширины должны быть они? Тут три-четыре миллиметра Дальше мы берем этот же кусочек Прикладываем десять копеечек Вырисовываем аккуратненький кружочек А как тебе вообще в голову пришло делать украшения из пробок? Ну я на самом деле с детства занимаюсь разными вещами Я учился, когда учился в музыкальном училище Я там красил одежду, перешивал одежду Делал какие-то букеты из пакетика Постоянно какие-то рисовали какие-то газеты В процессе просто вот я работал администратором в ресторане И на меня собралось достаточное количество пробочек Вот одно место, откуда все пошло Все-таки я думаю, где же было столько бутылок? Вот, и я собрал просто клич из пробок И сделал коврик на подарок другу Всем понравилось И после этого начал делать сумки, кладчи, украшения На украшения меня попросила жена делать Сделай мне что-нибудь такое необычное Я сделал для нее сережечки Потом она посмотрела на это все И она вместе со мной сейчас тоже этим занимается Идеально вообще, идеальная история Так, и теперь как-то нужно это обрезать, да? Да, на самом-то деле можно рисовать это для удобства Я обрезаю так Я просто оставляю эту копеечку на месте И мы обрезаем это все аккуратненько Можно и оставлять натуральный цвет пробочки И покрывать их различными лаками Если вы любительница чего-нибудь яркого Чего-нибудь нестандартного, необычного Так же самое можно покрывать блесточками, пайеточками разными Тут уже все зависит от вашей фантазии и желания Аккуратнее с пальчиком, чтобы не порезаться Это действительно нужно соблюдать тут определенные меры безопасности Так, все И вот как из этого сделать достаточно ровный кружочек, который нам потом понадобится Мы просто берем обыкновенную пилочку для ногтей И все Промботник достаточно податливый материал Обтачиваем уголочки Что мы делаем дальше? Мы берем этот ошлифованный кружочек И скрываем лаком Можно использовать обычный лак для декупажа Можно использовать лаки на водной основе, которые покрываются несколько слоев Но чтобы не тратить время на поиски этого лака Можно взять обыкновенный бесцветный лак для ногтей Покрываем этот кружочек Для чего мы это делаем? Это не просто так, потому что пробка на самом-то деле она мягкая И если ее чем не покрывать, она в процессе носки, она может сломаться, где-то потрескаться А сам лак, он дает верхнюю корочку и фиксирует это все И она становится достаточно крепкой И после этого у нас получается вот такой кружочек, я уже подготовил Он покрыт лаком, он немножечко блестит Что мы делаем дальше? Нам нужно подготовить вторую деталь сережечки Мы берем еще две пробочки и мы отрезаем от пробки лишние края и оставляем только середину А что мы хотим получить? А я сейчас расскажу И мы вырезаем вот такой прямоугольничек Берем обыкновенную линеечку и прорисовываем прямоугольничек То есть мы теперь из этого прямоугольника еще что-то вырежем, да? Да, это будет вторая часть нашей сережечки, это у нас верхняя часть Прорисовываем прямоугольничек, я конечно делаю это уже все от руки, потому что мне так уже быстрее Прорисовали, сделали рисуночек И вырезаем по рисуночку эту же серединочку Пробочка достаточно мягенькая, это легко получается Главное не перерезать Пробочки, которые были уже в бутылочках, они имеют естественную дырочку от штопора Это ничего страшного, если вдруг будет сколышек посередине Мы вырезаем эту серединочку Я сделал заготовочку, вот мы вырезаем вот такую серединочку у нас получается Да, теперь уже пробку и не узнать Также мы ее шлифуем и покрываем лаком Вот у нас есть вторая часть сережечки Я подготовил уже заготовочки покрытые лаком И для дальнейшего соединения нам понадобится соединительное кольцо с резьбой Но по форме он похож на маленький штопор Маленький штопорчик, да И что мы делаем дальше? Мы берем этот штопор и вкручиваем в пробочку И мы выкручиваем его обратно Мы сделали пока дырочку Для того, чтобы хорошо этот штопор держался, мы берем обыкновенный суперклей Ставим капельку на носик штопора и вкручиваем обратно Для чего мы это делаем? Чтобы он потом не выкручивался в процессе носки Закрепили его там Мы закрепили это все Также мы вкручиваем в заготовочку Вот, у нас получается две такие детальки После этого мы берем обыкновенное соединительное колечко Которое также можно купить в любом магазине фурнитуры Мы разгибаем его И эти сережечки, которые у нас есть уже с вкрученными штопорами Мы просто соединяем Сережечка почти готова Осталось единственное, что нам сделать, это приклеить гвоздик Чтобы как-то ее повесить уже на ухо Да, на ушко Обыкновенный гвоздик берем Приклеиваем, суперклеиваем Ставим капельку Ставим на кружочек Даем ему высохнуть буквально несколько минут И сережечка будет готова И у нас получается вот такой вариант Который можно будет уже спокойно вешать на ушко Так вот в магазине увидишь И не подумаешь, что это можно самой сделать Подобного рода сережечки продают от 25 евро И это не единственный вариант, как вы понимаете Тут фантазия, если заработает, то уже не остановить А тут вот ты говорил еще об очень важном моменте В котором ты тоже, я так понимаю, разбираешься Это какой вид сережек подойдет К определенному типу лица Но мы неоднократно говорили о том, что аксессуары В том числе и украшения, серьги Влияют не только на общий внешний вид Ой, какие красивые сережечки Но и могут как-то регулировать пропорции нашего лица Делать более правильный овал, например Может быть уменьшать нос или увеличивать глаза Совершенно верно Каждая сережечка подходит к определенному виду формы лица Сейчас я проведу викториночку И мы не только подарим сережечки Но и подберем их по форме лица тем девочкам Которые правильно ответят на наши вопросы Отлично, все уже готовы отвечать на вопросы Первый вопрос Сейчас покажу фото платья Полностью сделано из винной пробки И кто правильно ответит на вопрос, сколько пробочек ушло на это платье Получит сережечки Так, пока вы думаете, у меня дополнительный вопрос Куда можно пойти в этом платье? В этом платье можно пойти куда угодно Оно достаточно легкое, оно носибельное Единственное, что в нем нельзя будет присесть Эти платья я делал давно Делал для выставок и для конференций Для виноделов Так, ну что, какие у вас варианты? Я думаю, наверное, 500 пробок Не угадали? Давайте, давайте Мне сдается десь 5 тысяч пробок Тоже не то? Я думаю, что только на одну сторону этого платья Наверное, ушло не менее тысячи пробок А, соответственно, на две стороны, думаю, не меньше двух тысяч точно Вот девушка была ближе всего к варианту На платье уходит две тысячи сто пробок И я приглашаю вас сюда Мы сейчас подберем под вашу форму лица Ваш план Сережечки Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Оксана Я очень рада победить в таком оригинальном конкурсе Я вижу, что вы любите украшения оригинальные Да, да, люблю У вас вытянутая форма лица И длинные серьги, они делают лицо более вытянутое Я бы подобрал для вашей формы лица Маленькие сережечки, гвоздики Визуально они ваше лицо округлят И будет достаточно хорошо Давайте я вам... Да, Наденька, помогите, пожалуйста А заодно сделаю дополнительную дырочку в ухе Это я могу Давно хотела Правда? Приходите, да, приходите Пожалуйста Ой, как красиво Правда? Так нежно Они простые, но в то же время очень элегантные И вот еще ощущения от них Хотя они достаточно крупные, ну как для гвоздиков Но ощущения тяжести нет Лицо стало действительно более округлым Шея, мне кажется, как-то удлинилась И я даже знаю, с чем их можно одеть У меня есть босоножки из пробковой подоши Я думаю, будет прекрасно На самом деле, вот эти украшения, по-моему, могут сочетаться абсолютно со всеми Абсолютно с разными вещами И с трикотажем, и даже с вечерним каким-то нарядом на контрасте Совершенно верно А как вы думаете, сможете сами такие сделать дома? Ну не такие, а какие-нибудь другие с пробки Посмотрев такой мастер-класс, думаю, можно попробовать А пробочки есть дома? Всегда можно пригласить друзей и собрать эти пробочки Спасибо огромное Спасибо вам Пожалуйста, очень приятно Все мои гости оживились, потому что понимают Что это не последний шанс Все, мы продолжаем И кто ответит, сколько весит такая сумочка Получит следующие сережки Да, вам нужно на глаз определить Мне кажется, она легкая Может, где-то грамм 200 Не угадали Может, 300 грамм? Не совсем Ну, мне кажется, немножко потяжелее она все-таки Грамм 600 Это приблизительно правильный ответ Потому что сумочка весит от 700 до 1 килограмма Почти как стандартная бутылочка вина Как это мило Попросим выйти нашу победитель Браво! Здравствуйте! Добрый день! Как вас зовут? Катерина Катерина, ну как вам мастер-класс? Ну, мне вообще очень понравилось Я еще сидела, рассматривала Думала, надо обязательно дома попробовать сделать Потому что красивые такие вещи Интересные, оригинальные Я люблю в таком стиле все У вас круглая форма лица И круглые сережечки, наоборот, округляют ваше лицо Я для того, чтобы немножечко смягчить это Взял бы для вас овальные сережечки Смотрите, прям золотые А это то, что я говорил в начале Что можно покрывать пробочку разными лаками Разными там блесточками На самом деле, мне очень нравятся Они за счет золотой вообще Смотрятся очень нарядно и торжественно И, ну, действительно, вытянули лицо Сразу шея удлинилась Нежные Очень приятно Да, и они очень нежные Видите, как Сережа доволен, что вам понравилось Спасибо большое Я всегда доволен, когда людям нравится то, что ты делаешь Ну что же, вы можете свои серьги, конечно же, собирать Спасибо большое Возвращайтесь с подарком Спасибо вам Спасибо большое Так как у вас овальная форма лица Для вас подают практически любые сережечки То есть это все мне? Нет, нет, я для вас подают отдельные сережечки Вот они спрятаны у нас здесь Вот в коробочке Возьмите Ох, какая прелесть Там еще камушек-то как-то Для таких сережечек я использую убормышину Я использую тонкие маленькие сверла И также процесс соединения, как и в этих сережечках Спасибо огромное за этот подарок Тем более, что эти серьги будут меня и вас, конечно, тоже Вдохновлять делать еще и еще украшения для себя и своих подруг Замечательный подарок для нас сегодня Твой мастер-класс Спасибо, Сережа Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии Делитесь им с друзьями И подписывайтесь на наш канал Чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok